Время и милостыня Лучше встретить неблагодарность, чем позабывать несчастных. Никакая неблагодарность не должна удерживать тебя от благодеяний. Неужели удержишь руку твою от благотворения потому, что испытал или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего Спасителя, который хотя видел перед тобой девять неблагодарных против одного благодарного, не удержался от благотворения всем. Не унижай достоинства благотворения желанием благодарности, как платы. Не уменьшай радости благотворения мыслью о неблагодарности, которая не причиняет ущерба благотворению. Добрая душа благотворит ближнему и не только неблагодарность его переносит великодушно, но и с терпением принимает от него оскорбительное. Не бойтесь умножать ваших благодеяний, но не упрекайте никогда никогою из них, если вы желаете вкусить их плодов. И если кому подашь милостынь для Бога, то с ним его не упрекай. Кто упрекает, тот одной рукой подает, а другой как бы назад берет поданное. Лука 6.30 Кто укоряет другого своими благодеяниями, тот не благодетельствует другому, а обесчестит. Иные дают милостыню, но других отнимают. Полезно милостыню подавать, но пагубно других обижать. Многие дают Петру, что взяли у Павла, воображая, что они творят милостыню. След милостивый, если он несправедлив, возделывает поле, с которого не может собрать жатвы, Нил Синайский. Прежде отстанет хищение, а потом подавай милостыню. Уклонись от зла и сотвори благо. Златову. Если угодно сеять в нищих, то сеять собственного. А если вознамеришься сеять из чужого, то знай, это самые горькие плевелы. Так сильно. Счастливие всегда убегать должно, особенно при подаянии милостыни. Милостыня, зараженная сею болезнью, не есть уже дело милосердия, но хвастовство и жестокосердие. Святой Златову. Когда ты подаешь милостыню не из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не есть милостыня, но даже обида, потому что этим ты публично осмеиваешь брата своего. Благотворя ближнему, удаляй от себя тщеславные и горделивые помыслы. Ты помогаешь бедным. Бесспорно, это прекрасное проявление любви твоей к ближнему. Но ты делаешь то, что и должен делать, как брат твоего ближнего. Чем же тут тщеславиться? Ты помогаешь бедным, но ты подаешь им не свое, а Божье, потому что не только то, что ты считаешь своей собственностью, но и сам ты весь и душой, и телом творения Божия. Чем же здесь гордиться? Если кто и удовлетворительную и обильную многим подал милостыню, но сделал это с желанием иметь славу благотворителя, таковы милостыню подал своему тщеславию. Покупать уважение людей ценой и милостыню, значит, покупать очень дорого. Покупать ценой и самого неба, которое было бы наградой ее. Будь подобен ручью, напаяющему своей влагой злых и добрых, благодетельствуй всем, как ручей. Но не шуми подобно ему о своем благодеянии. Благодеяния уподобляйся трубе, когда говоришь о добре, полученном от других, греми об нем. Будь подобен могиле в отношении к добру, тобою оказанному ближним, безмолвствуй. Благодеяние, которое получил, всегда помни, а благодеяние, которое сам окажешь, тот час же, предавай забвению. Нет улыбки милее улыбки матери и детяти, нет улыбки прекрасней улыбки великодушия, скрывающего свои благодеяния. Вот течет ручей, он таится в кустарнике, и посредством сокровенных путей своей влагой питает растения, возникающие на берегах его. Это кроткая и смиренная душа, которая втайне благотворит ближним, не желая, чтобы мир трубило ее добродетелях. Не говори ни слова, когда кому оказываешь милость или благодеяние, но тогда не молчи, а говори, когда тебе другие делают добро. После благотворения величайшее из удовольствий есть признательность или благодарность. Научаясь быть признательными, вы научитесь быть и благотворительными. Притекая к Богу с молитвою о благотворителях, вы в то же время будете благотворить вашей собственной душе. Нет ничего гнуснее неблагодарности, неблагодарный подобен тому, кто взял обманом непринадлежащие ему. Девятнадцать. Дружба. Лучшее стяжание друг верный, Ава Ивагрий. Искренний друг роднее всякого родственника. Прекрасней дружбы ничего нет на свете, она служит утехами в настоящей жизни. Что может быть высшей драгоценнее того, как когда ты имеешь кому открыть твое сердце, поделиться тайнами, поверить в сокровенное? Что может быть утешительнее, как когда ты имеешь искренно преданного тебе человека, который в счастье тебе сорадуется, в несчастье и состраждится, в гонениях подает тебе советы и утешения? Святой Амуросим Диаланский. Печаль разделяемая слабеет, а радость разделяемая усиливается. Вражду надлежит писать на воде, чтобы скорее исчезла, а дружбу на меди, чтобы навсегда соблюдалась твердую и непременную. Святой Исидор Пелусиот. Благоразумие дает друзей, несчастье испытывает их Амуросим. Ласточки возвращаются летом, на зиму они удаляются. Это изображение ложных друзей. В красные дни жизни они преданы вам, а если счастье вам изменит, то они улетают. Фальшивого друга можно сравнить с тенью, которая ложится на солнечных часах. Тень эта является лишь в ясную погоду, но исчезает с появлением облачка, либо в ненастную погоду. Верный друг не обратится к тебе спиной, когда обратятся к тебе спиной счастье. Друзья приглашают тебя на пир. Являйся туда поздно, если хочешь. Они зовут тебя, чтобы утешить их. Спеши на это приглашение. Если твой друг делает важные ошибки, упрекай его, не стесняясь. Это первая обязанность дружбы. Если на пороки друга взираешь равнодушно и не берешь мер к его исправлению, то явно показываешь себя, что и ты сомнительной честности. Друг тема отличается от крестеца, что один для усложнения беседует, а другой не удерживается от того, что может огорчить святой Василий Великий. Не обещай себе невинных радостей и дружества, если не ищешь их в дружестве добродетельном. Не входи в общество с человеком, вредящим своему ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло другому. Не своди знакомство с человеком лукавым. Дружба с лукавым, дружба с дьяволом, святой Антоний Великий. Дружество с злым человеком, подобно утренней тени, должно час от часа умаляться, но дружество с добрым должно расти, как вечерняя тень, доколе продлится сияние солнца. Добродетельные люди, видя добродетельство в своем враге, примиряются с ним, а порочному другу дают отставку, если он неисправим. Алла Азафон говорил, если увижу, что самый возлюбленный мой увлекает меня в душевный вред, то немедленно отвергну его от себя, то есть прекращу знакомство и сношение с ним. Если добродетель не кажется тебе прекрасным в твоем враге, а порок ненавистным в твоем друге, «Можешь ли ты сказать или подумать, что любишь добродетель и ненавидишь порок?» Лафатер. «Не позволь себе нарушить божественные заповеди ради дружбы человеческой». Святой Антоний Великий. «Не имей таких друзей, которые любят больше сытый стол, нежели дружбу». «В семье, которая посещает тебя только для предпровождения времени, говори о Христе, о смерти, о будущей жизни, о суде и об аде. Тогда они или пойдут от тебя домой с назиданием, или больше не будут приходить к тебе отнимать время. Драгоценен верный друг, который, разделяя с нами горесть и радость, может быть вместе и нашим советником в затрудительных обстоятельствах нашей жизни, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Но зато такие друзья и редки, как редки вообще драгоценности. «Потому святые отцы советуют быть особенно разборчивым в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверять свою душу». «В ком сердце твоего вполне неуверенно, тому не прилепляйся сердцем твоим, Ава Пимен». «Ко всем имей приятельское расположение, но не всех имей советниками», святой Антоний Великий. «Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою». «Будь прозрачен, как ручей, перед Богом и совестью, но не давай глядеть в душу твою порочному и злому, взгляд пороха темнит душу». «Лучше ты не золото поддельное, чем друга поддельного». «Нет врага страшнее того, который притворяется другом». «Берегись зависти более от друзей, чем от врагов, потому что враг завидует явно, а друг тайно». «Двадцать. Прощение обид и любовь ко врагам». «Бог дал им две способности, равнодрагоценные для нашего слабого сердца – вспоминать и забывать. «Когда нам делают добро, признательность требует помнить его. А когда делают зло, любовь побуждает забывать его». Святой Амбросий Меделандский. «Благодеяние записывай на меди, а обиды на воде». «Не знай ни одного врага во всем мире, и хотя бы он не давал тебе ни одного друга». «Бог заповедал нам вражду только против змея, против человека-убийцы дьявола». «Хочешь ли дьявола не уступать и противиться?» «Уступай людям, и не протився им, и не воздавай зла за зло». «Кто памято злобствует на дьявола, тот не злопамятен на людей. Но с дьяволом заключает мир, кто памято злобствует на брата». Святой Нил Синайский. «Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека? Не он оскорбил тебя, а дьявол. Питай ненависть к болезни, а не к больному. Должно ненавидеть и преследовать грехи, а не согрешающих. С людьми мирись, а с грехами бронись. Не жалуйтесь на других, но лучше сожалейте. Люди скорее слабы, чем злы. Большая часть порохов людских – ошибки слабостей. Себе будь строг, как другим снисходителям. Не прощай себе ничего, а другим все прощай. Если кому трудно простить кого-либо, тот должен вспомнить, что он христианин. Истинно христианская любовь в том и состоит, что удерживается даже от справедливой мести, предоставляя мщение Богу. «Мне от мщения, говорит Господь, я вас дам». Звание христианина требует, чтобы не только не брали мы чужого, не только не обижали соседа, но уступали свое в молчании и кроткой любви. Христианская победа состоит не в отмщении, но в кротости и терпении. Если по-человечески тяжело прощать обиды, то по-христиански гораздо тяжелее не прощать их. Кто платит злом за зло, тот хуже язычника. «Как скоро обида разжигает твое сердце, вспомни о Христе и об Его язвах, рассуди, что претерпеваемое тобой весьма маловажно в сравнении с страданиями владыки, и тогда, как водой угасишь свою скорбь». Григорий Богослов. Ваш враг не достоин прощения, но Иисус Христос разве не достоин того, чтобы вы из любви к Нему простили оскорбившего вас с ближнего? Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не только не мстить, но и не хотеть мстить обидевшему, хотя бы сердце и не поощрялось тому. Не о том помышляй, чтобы никто не сделал тебе обиды, но о том, чтобы никто хотя бы и захотел, не мог и сделать. Будь готов терпеть больше, нежели хочется обидчику. Сравни свое состояние с состоянием, сделавшего тебе обиду, и ты с терпением перенесешь ее, не будешь и помышлять о мщении обидчику, потому что выгода преимущество на твоей стороне. Размысли, что лучше? Обидчиком ли быть или обиженным? Без сомнения. Лучше быть невинным, нежели виновным. Лучше зло терпеть, нежели быть причиной зла. Лучше быть жертвою, нежели злодеем. Лучше печаль того, кто неправильно терпит, нежели радость того, кто неправильно действует. Не тот получает вред, кто терпит зло, а кто делает зло. Не то худо, когда обижают тебя, а то худо, когда ты обижаешь других, или когда не умеешь переносить обид, он же. Обида еще не есть беда. А что обида увлекает нас в ненависть против обидящих, знакомит сердце наше с ненавистью, злобой и любомщением, это беда. Не будь злопамятен, если не хочешь обидеть себя самого, златоуст. Не прощая другому, ты не столько его огорчаешь, сколько себя обижаешь, он же. Не говори, отмщу врагу. Есть у нас праведный судья на небе, Нил Синайский. Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия. Кто мстит за себя, тому отмстит Господь. Когда ты мстишь ближнему за обиду, то не мстит ему Бог. Когда же ты прощаешь, то Бог или мстит ему, или твои грехи прощает, златоуст. Не мсти, а прощай ближнему за обиду, потому что и сам имеешь нужду в прощении от Бога. Кто хочет должника своего взыскать строго, пусть помыслит, что и он должник у Бога. Часто бывает, что перед человеком, который нам наносит обиду, мы не согрешили. Но перед Богом виновны во многих грехах, которых люди не видят. И видит один Бог. Оскорбляющий сотворившего всю тварь, обязан терпеливо переносить, когда от самой твари оскорбляем бывает. Прощение обид есть необходимое условие, чтобы получить прощение и собственных грехов от Бога. Последнее невозможно без первого. «Прощайте и прощены будете», — сказал Господь. «Есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога прощение в своих грехах. Но важнейший из всех — прощать врагам». Суд над нами Господь отдал, можно сказать, как бы в наши руки. От нас зависит еще здесь предварительно определить приговор и решение суда над собою. «Как мы поступим с ближними, так и Господь поступит с нами. Если прости, мы сами получим прощение». Господь сказал и не отречется от своего слова. «Блажен тот, кто может сказать со святым Григорием Низким. «Господи, делай то, что я делаю. Я мог бы отмстить за себя, но не мщу. Не мсти и ты. Я предварил моего врага примирением с ним. Предвари меня и ты своей благодатью. Я забыл зло, которое он мне сделал. Забудь и ты мои грехи. Я люблю его, как любил и прежде, когда он мне оскорблял меня. Люби и ты, Боже, если я когда-либо оскорблю тебя. Поступай со мной так, как я поступаю с ним. Я сделаю то, что ты повелел. Делай и ты, что обещал. Отпускайте и отпустится вам. Отпусти ближнему твоему сто пенязей, чтобы тебе Господь отпустил тьму талантов. Прости грехи раба, чтобы тебе получить прощение грехов от Господа. Если он сильно оскорбил тебя, то чем больше ты простишь, тем больше и сам получишь прощение. Златоуст. Щадите друг друга, да пощадит вас Господь. Святой Антоний Великий. Будем снисходительны к своим врагам, чтобы и нам таким же обрести Бога в отношении нас. Златоуст. Не на немилосердного. И суд последует немилосердный. Кто строго взыскивает своего брата, того гораздо строже взыщет Бог. Бог легче прощает грехи против него самого, нежели против ближнего. Не питай вражды никакому человеку, иначе молитва твоя будет неприятна Богу. Не забудем христиане миловать прежде, нежели будем просить помилования у Бога. Как скажешь Господи, помилуй, когда сам не милуешь. Счетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и желание мщения. Молитва злопамятного – сеяние на камне. Исаак Сирин. Быть злопамятным и молиться – значит то же, что сеять на море и ждать жатвы. Он же. Ни поста, ни праздника не может быть там, где вражда и злоба. Кто живет в раздолье с христианами, тот не может быть в единении со Христом, блаженный Августин. Кто не обладает именем человека миролюбивого, тот не может обладать и именем Сына Божия, он же. Где нет мира, там нет Бога, а во Исаия. Нет ничего безопаснее, как простить врагу. Нет ничего опаснее, как мстить ему, злотаус. Ветр сильный гонит облака, а злопамятство – доброе чувство из души Ава Ивагрии. Хранящий в душе своей памят о злобе подобен тому, кто хранит огонь в столоме. Кто скрывает сердце в своем памят о злобе, тот подобен откармливающему змею на груди своей. Если бы в нашем доме завелись змеи и скорпионы, чего не сделали бы вы, чтобы освободиться от них? Но ненависть и вражда хуже этих животных, и между тем вы не хотите очистить от них вашего сердца, которое есть храм Божий, блаженный Августин. У царя пчел есть жало, но он не употребляет его на мщение. Если которые из пчел не последуют примеру царя, они вскоре раскаиваются в своей безрастудности, потому что умирают поражаемые жалом. «Да слышат сие христиане, которые имеют заповедь, никому не раздавать злом за злом, но побеждать зло добром» — святой Василий Великий. «В молчании, кротости, спокойствии и благополучия жизни». «А кто воздает злом за зло или ругательством за ругательство, тот никогда не будет спокоен и не может помышлять о блаженной жизни в будущем» — 1 Петра 3.9. «На небо приходит только тот, кто имеет любовь, потому что там только любовь». «Какое жалкое состояние платить ненавистью за ненависть и обидой за обиду!» «Что, если враг сильнее тебя? К чему тогда послушает твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели?» «И при равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и бедствия?» «Наконец хотя бы он был не в состоянии противостоять тебе?» «Разве менее страшны тайные ковы, нежели открытое нападение?» «О терзающие заботы, о хищрении, о замысла, о предприятии, обращающиеся на собственный вред?» «О мучительной мысли, даже о невозможной удаче своей?» «Еще мучительнейшей об удаче противника?» «А наконец самые удачи, сопровождаемые самыми великими угрызениями совести?» «А иногда всеобщим презрением?» «Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего!» «Оно есть ад на земле, пламя гиенское!» «Самое действительное средство против обиды – перенести ее». «Лучший способ отмстить врагу состоит в том, чтобы не отвечать ему тем же и победить его кротостью, вместо того, чтобы оттолкнуть Марк Аврелию. «Прибывай овцею и победишь волков!» «Переносите кроткое, отпускайте первое оскорбление вашего врага. Прощайте ему также и второе, тогда до третьего он и не решится дойти». «Амвросий, яландский». «Видит в свое смирение, и враг смирится. Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых, зотоуст. Не видишь ли, что стрелы пробивают обыкновенно насквозь тела твердая и упорная, а в телах мягких и уступчивых теряет свою стремительность?» «Такое же свойство имеет и укоризна, одна из самых чувствительных обид, делаемых нам ближним. Кто противоборствует ей, тот принимает ее на себя, а кто поддается и уступает, тот мягкостью нрава ослабляет устремленную против него злобу». Василий Великий. «Смирение и терпение победоноснее, нежели перекор, хотя, может быть, и на справедливости основаны». Филарет Московский. «Смирение можно научить и других смирению. Гордостью нельзя смирить гордых». Он же. «Не плати ругательствами тем, которые ругаются над тобою. Злословие даже дьявола, с которым враждовать вплощем необходимо, и то не должно нам». Иуда 1.9. «Не нерассудительные поступки. На нерассудительные поступки не должны отвечать другими нерассудительными. Если будешь отвечать укоризной на укоризну, то возгнетешь огонь». «Грубость и брань в ответ на грубость только раздражают грубого. Плюнь на иску, она потухнет, а когда подуешь, то разгорится и недолго до пожара. Как огонь тушат не огнем, а водою, так зло побеждается не злом, а добром, не ненавистью, а любовью. Не погасишь огня маслом, не потушишь искры тем, что станешь раздувать ее. Напротив, в том и другом случае огонь разгорается сильнее и сильнее. И чем более станут подливать масло, тем пламя все будет страшнее и страшнее». Так точно и враждующее. «Чем далее и далее будут от примирения, тем больше и больше злобы будут взаимно дышать один к другому, тем усиленнее обиди будет противопоставляться мщению, мщению и озлоблению, озлоблению новое мщение до изнеможения обеих сторон. Обида, возданная за обиду, не только не уничтожает зла сделанного, но и не останавливает хода зла или даже усиливает оное. В ком было доволен зла, чтобы начать обиду, в том, по всей вероятности, найдется и его еще более, чтобы отвечать на взаимную обиду. Таким образом, должна произойти цепь обид. И по велику каждый, воздающий за обиду, естественно, будет стараться сделать соперника менее способным вредить. Со всякой дальнейшей обидой должна быть тяжелее и убийственнее предыдущей. «Из всего можно смотреть, как верно рассуждение апостолов. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом». Галатам 5.15. Филарет Московский. «Отнимите у огня пищу, огонь погаснет. Отнимите у вражду еще все новые поводы к вражде. И прежде вражда его мало-помало ослабеет, прекратится, забудется». Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, если кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, чтобы добром истребить зло. «Любим стить благодеяниями, то есть за зло платить добром, за клятву и проклятие, за злословие и клевету благословением, благожеланием и добрыми о врагах отзывами». Хорошее надо нахвалить и во врагах своих. «Если вы узнаете, что кто-нибудь об вас худо говорит, то поступите с ним так, чтобы он об вас сказал хорошо». «Худые слова всего лучше опровергать хорошими делами». «Если услышишь, что кто-либо тебя злословил, и потом сойдетесь с ним в каком-либо месте, или он к тебе придет, прими его благосклонно и с веселым лицом, и вспомнив о том, что слышал, не спрашивай, да чего он так говорил. «Ибо написано в стычах, напоминающей проступки законоприступным» Ава Исаия, 3.12.16. «Не полюбил ли бы ты того человека, которому сделал ты обиду, и он великодушно тебе ее оставил? Поступай ты так же, чтобы снискать в себе любовь и от врагов твоих». «Без сомнения, тяжко и горько иметь врагов, но если хочешь избавиться от них, то начни их любить, начни им благотворить. Любовь и благотворением редко не смягчается и самое жестокое сердце, редко не преломляется и самая упорная воля». «Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага. Такова сила любви. Блаженный Августин». «Один из святых отцов вразумляет так утишить гнев ближнего. Если узнаешь, что на тебя гнивается брат твой, то пошли ему какой-либо дар». «Быть не может, чтобы видеть терпение, услуживость, благотворительность истинного христианина. Враг его не почувствовал. Когда-либо раскаяние, а раскаившись, сожаление или о нем, невинно страждущем, или о себе самом несчастном орудии злобы, и, наконец, самой любви к своему врагу, любящему. «Не бывали ли минуты, когда Исаул чувствовал несправедливость свою против гонимого им Давида, сознавал благородство поступков его и изъявлялся слезами свое уважение и нечто похожее на любовь к Давиду?» 1 Сав, 24, 17. «Простивши врагу, ты можешь сделать его другом своим, оказывай благодеяния своим друзьям, чтобы они еще больше любили тебя. Оказывай их и врагам своим, чтобы они сделали с твоими друзьями». Благородные души любят будущего друга в настоящем враге. Любовь к врагу есть вернейшее средство сделать его другом. «Иной враг может быть более истинным другом, нежели самый величайший друг. Друг твой столько любит тебя, что не видит всех твоих недостатков. Но стань перед лицом врага твоего, и никто подробнее его не опишет тебе слабостей твоих. Он зорко на них смотрит, не упуская ни одного поступка, и говорит о них, не уменьшая их виновности. Итак, слушай врага твоего спокойно, внимательно, и тогда к скольким победам над злом приведет тебя враг твой. Подобно тому, как многие яды, хотя и вредны сами по себе, однако же излечивают от болезни, так и враги наши, как бы ни были злы сами по себе, производят однако же спасительные действия по отношению к нашим болезням духовным. Враг твой, врач твой. Люди обыкновенные довольствуются тем, что не обращают внимания на врагов своих, мудро и умеют извлечь от них пользу. Хорошо, не чрезмерно бояться несправедливых обвинений, не совершенно пренебрегать ими. Златоуст. Должны пользоваться и клеветой врагов для исправления себя. Надобно бояться не только злых людей, сколько собственной злой воли, ибо те заставляют нас прибегать к Богу, и сами, не ведая того, приближают к нам Бога, а она удаляет от него и подвергает нас его гневу. Враг твой доставляет тебе великую пользу, хотя его намерение и не то, чтобы принести тебе пользу. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущении грехов, или в воздаянии награды. Златоуст. Златоуст. В славе твоей. Клеветник тебе же готовит большую награду. Матфея 5.11. Хулы, поношения, злоречия – это знаки отличия для нашего внутреннего человека. Всякий раз, когда вспомнишь оскорбляющих и преследующих тебя, не жалуйся на них, но лучше помолись о них, как о виновниках величайших для тебя благ, а врицая. Молиться надо и за врагов. Они большей частью сами не ведают, что творят. Да они даже благодетели наши. Нападками своими укрепляют нас в добродетели, смиряют дух наш на земле и на небесях сплетают нам венцы райские. Врагов надо почитать великими благодетелями и молиться за них еще более, нежели за благодетелей, потому что благодетели, делая нам временное добро, себе еще более делают добро, уготовляя вечную награду себе от Господа. А враги, может быть, с утратой своего вечного спасения, соделывает наше вечное спасение, скорбями очищая грехи наши и гонениями своими, как бы насильно гоняя и толкая нас в Царство Небесное при опасности самим упасть в ад. Как же не благодарите их, как же не молиться, чтобы и их Господь сохранил и помиловал. Схимонах Зосима Самое чувство чести должно бы побуждать нас к исполнению Христовой заповеди, любви ко врагам, прощения им обид и делания им добра. Мстить за обиду значит поставить себя в уровень со своими врагами. Простить ее ему значит возвыситься над ним. Прощение врагу признак не слабый, но великой души. Почему вы не огорчаетесь, когда дитя грозит вам или стараетесь рассердить вас, потому что вы старше и умнее его? Угроза его для вас тоже, что жужжа, не мухи. Если бы вы имели истинно возвышенную душу, то оскорбления и обиды, причиненные вам от кого-либо из собратьев ваших, трогали бы вас не более. Не говорите, что уступчивость – знак слабости. Что больше, победить ли самого себя и получить благоволение Божие и имя благородного человека, или быть осмеянным за слабость некоторыми неразумными людьми? Нет. Здесь-то мы и можем показать торжество нашего христианского образования и спробовать крепость нашей добродетели. «Славнее молча перенесть обиду, нежели победить ответом», – Григорий Двоеслов. «Давид большую одержал победу, посидив Саула. Большую, нежели тогда, когда низложил Голиафа» – Златоуст. «Нет в мире ничего достойнее удивления, как любовь ко врагам», – Блаженный Августин. «Не великое дело не судить того или сострадать тому, кто находится в скорби и покоряется тебе. Но велико не судить того, кто тебе противоречит, не мстить ему по страсти, не соглашаться с осуждающим его и радоваться вместе с предпочтенным тебе». Ава Дорофей. «Прощающий врагу и творящий ему добро за зло, походит на аромат, наполняющий собой огонь, его сожигающий. Высока добродетель, любовь ко врагам. Велик подвиг души христианской, прощающий ближнему обиду себе, воздающий ему добром за сделанное зло, вместо ненависти к нему сердечно любящие его, молящиеся за него Богу. Но велика и награда за такой подвиг на небе, еще здесь на земле. Счастливое расположение души, когда мы любим всех. Спаситель сказал «Любите своих врагов», открывая нам тайну, как найти рай и всем мире. Люби врагов своих, и ты сделаешься другом Божиим». 21. Смирение. Смирение есть непременный добродетель твари, одному Богу приличное величие. Со смирением так будь дружен, что без него отнюдь ни мысли, ни говори, ни твори ничего. Люби смирение, которое любит Бог. У людей почтенно богатство, а у Бога – досточестная душа смиренная. Исакси. Если душа укорит себя перед Богом, то Бог возлюбит ее. Велик тот, кто чувствует свое ничтожество перед Богом. Если хочешь быть великим перед Богом, то будь низок в собственных глазах твоих. Блаженны те очи, которых человек по причине смиренно-мудрее не дерзает возвести к Богу. Блаженство смиряет себя во всем, потому что будет он возвышен. Исакси. Чем глубже кто смиряется, тем выше тот возносится. Чем смиреннее, чем беднее и ничтожнее человек в своих глазах, тем выше и дороже он пред Богом. Смиряй себя, если хочешь быть высоким. Чем больше будешь смирять себя на земле, тем выше будешь на небе. Смиряй, уничтожающий себя, обрел верный путь ко спасению. Ава Исайя. Начало спасения – самоукорение. Ава Ивагрия. Как архитектор глубоко рует землю, где нужно положить первый камень. Так христианин, который хочет созидать дело своего спасения на прочном основании, должен непременно основывать его на смирении. Многие получили спасение без прорицаний и осьяний, без знамений и чудес. Но без смирения никто не внидит в небесный чаток, святой Иоанн Местничник. Как корабль невозможно построить без гвоздей, так невозможно спастись без смирена мудрия, мать Синклетикия. Путь смирения низок, но к высокому Отечеству небо ведет. Если хочешь достигнуть всего Отечества, этим путем иди. Покаяние восстанавливает падшего. Плач о грехах во врата небесные ударяет, а смирение их отверзает златоуст. Люби смирение, оно покроет все грехи твои, Антоний Великий. Если гордость ангелов с неба незримого в ад, то по противоположности надлежит заключить, что смирение от самого ада, то есть от самой глубины греха, может воздействовать на небо. Филарет. Кто оправдывает себя перед Богом нечист, хотя бы был святее всех людей. Напротив, считающий себя последним между всеми, становится праведным. Златоуст. Бог прощает тех только, которые сами не прощают себе. У Бога тот себя извиняет, кто обвиняет. Если будешь считать себя худшим, то Господь сочтет себя лучшим. Кто себя почитает ниже всех и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин восприять большее. Смиренное сердце уподобляется равнине. Как во время дождя, все воды стекают с горы, собираются в равнинах. Так и благодать Божия, изливающаяся на всех людей, любит собираться в глубине смиренного сердца. Ток благодати, подобно речным устремлениям, изливается в долы. Гордость не приемнет благодати, потому что наполнена собою. Смирение удобно, приемнет благодать, потому что упразднена, как от себя, так и от всякой твари. Бог творит из ничего, да коли мы хотим и думаем быть чем-нибудь, да то ли он в нас не начинает своего дела. Кто сознает в себе много добрых дел и не будет думать, что он последний из всех, тот не получит никакой пользы от всех своих добрых дел. Моисеевым законом предписано было израильтянам только на одном назначенном от Бога месте приносить все их жертвы. И законом духовным назначено для христиан одно духовное место для принесения всех их жертв. В особенности же жертвы и жертв молитвы. Это место смирения. Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренным мудрием, как недостойный, то они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом, спящем или неродящем, и превознесешься сердцем, то тщетен труд твой, ауа Исаия. Тщетны труды того, кто без смирения постится много и несет тяжкие подвиги. Как там, где нет света, все темно и мрачно. Так, когда нет смирения, все наши дела и предприятия, которыми думаем угодить Богу, суетны и ничтожны. Смирение также важно для благочестия, как корень для растения, который тотчас теряет свою красоту, свежесть и жизнь, коль скоро его корень мертвый. Что все наши добродетели без смирения? Не более, как пыль, уносимая первым мгновением гордости. Что соль без всякой пищи, то смирение без всякой добродетеля. Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища удобно повреждается. Без смирения добродетель удобно расплевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает. Смирение есть самый верный страж всех добродетелей, святой Василий Великий. Если высшая из добродетелей любовь, по слову апостола, долго терпит, не завидует, не превозносится, не раздражается и никогда не перестает, то это потому, что ее поддерживает и ей споспешистует смирение. Ничто не может сравниться с добродетелем смирения. Это есть мать, корень, пища, основание и связь всякого добра, святой Златоуст. Преуспевать в добродетели значит преуспевать в смирении, святой Василий Великий. Не столько грешнику, сколько добродетельному нужно заботиться о смирении. Почему дерево, чем выше растет, тем глубже пускает свои корни в землю? Оно возносясь смиряется, а смиряясь возвышается. Так должно поступать и тебе, христианин. Если ты возвышаешься преимуществами умственными или нравственными, естественными или благодатными, внешними или внутренними, всегда и везде, тем более смиряй себя. Без глубоких корней смирения ты никогда не будешь безопасен от падения. Радуйся добродетели, когда поступаешь добродетельно, но не превозносись ею, чтобы не случилось крушение в пристани. Святой Нил Синайский Если бы мы, подобно святому апостолу, были восхищены до третьего неба, все еще должно нам бояться низвержения в глубочайшую бездну вместе с возмутившимся ангелом. Не будем ни отчаиваться о грехах, ни излишне надеяться на добрые дела. Вспоминай о падении сильных и смиряйся в добродетелях своих. Не превозносись верой и святостью своею, но до последнего издыхания пребывай в страхе. Ава Исаия Как человек до последнего своего издыхания не может знать, какая вдруг может схватить его болезнь, Так никто, пока в нем есть дыхание, не может положиться на сердце свое, чтобы не поразила его какая болезнь греховная. Пока жив, не верь себе, доколе не минуешь всех властей темных. Пришел один старец к другому старцу, и когда они разговаривали, один сказал «Я умер в миру». Другой ответил «Не надейся на себя до тех пор, пока не выйдешь из этого тела, Ибо если ты говоришь, что ты умер, то сатана не умер. Ты стар, да враг не состарился. Мертвый страсти, да враг жив. Смирение души есть оружие несокрушимое. Ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и не обезоруживается, Как тем, когда человек любит смирение и бесчестие. Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу подложит рычаг, И тогда легково поворотит камень. Это образец для смиренно-мудрения». Китрем Сирио «Не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой трутости не будет при этом истинного смирения. Был один отшельник, который изгонял бесов. Спрашивал он их однажды, «Чем изгонят вас?» «Изгонять вас?» «Постом?» Они отвечали, «Мы не едим и не пьем». «Бдением?» Отвечали, «И мы не спим». «Удалением в пустыне?» Отвечали, «И мы живем в пустынях». «Итак, что же изгоняет вас?» Бесы отвечали, «Ничто другое не побеждает нас, кроме смирения». Мать Феодора «Имеющий смирение смиряет демонов, а не имеющий смирение осмеивается ими». «Творить всегда добро и мало о себе думать – признак смирения», по-махимпийски. Блаженство проводит высокую жизнь, но имеет смиренный образ мысли. И праведный перед Богом должен говорить, «Я неправеден». Можно ли называть богатым того человека, который, имея в своем распоряжении миллионы казенных денег, собственно, в своем кармане и рубля не имеет? Так и человек, совершенно искренне познавший свою греховность, приангельской даже святости, не может почитать себя иначе как грешнейшим самого последнего из грешников. «Все, что имеем мы в жизни духовной, есть дар благодати Божией. Наша собственность есть только ничтожество, по выражению блаженного Агустина, и что хуже ничтожество – грех». Чему приписываете вы зрелые плоды, украшающие дерево? Не ветвям, на которых оно держится, но корню, от которого происходит. Тоже можно сказать и о добрых делах ваших. «Не Бог ли, даровавший вам бытие, сохраняющий ваши силы и сообщающий благодать свою? Не Бог ли действует в сердцах ваших, направляя волю вашу к добру? И добро, творимое вами, не от него ли единственное происходит? Человек, по словам апостола, сам по себе и помыслить доброго не может. «Если тебе и кажется, что ты стяжал некоторые добродетели, что имеешь, чего бы не принял, что ты имеешь, чего бы не получил? Не от Бога ли принял ты закон добра, свет ума, в котором ты увидел сей закон, чувство сердца, которым ты возлюбил его, свидетельство совести, которое не позволило тебе отречься от него или забыть его силу? В силу воли, которую ты подвигся к исполнению его, средства, которыми ты мог бы исполнить его? Оточди и отложись присвояемого от тобой духовного богатства то, что приял ты от Бога, и осмотрись. Останется ли у тебя что, кроме твоей наследственной нищеты? Человек, московский. Если имеешь что-нибудь хорошее, то оно не твое, но божие. Ты своего ничего не имеешь, кроме грехов. Почему не имеешь причины величастия тем, что в себе имеешь? Безумен и неверен тот слуга, который бы стал хвалиться богатством своего господина. Мы своими собственными силами не можем совершить ни одного доброго дела. А потому, если ты, уничтожив с помощью Божьей свои страсти, станешь почитать себя лучшим, то ты будешь походить на казначея, который, получая казенные деньги, считал бы себя богачом. Много ли, мало ли, ты сделал в своем звании славу Божию. Не возносись тем, но говори со смиренно мудрием, кто потрудился не я, а благодать Божия, которая со мною. Испомнив добродетель, вспомни, сказавшую, без меня не можете делать ничего. Бог даровал тебе и дары, которые ты принес ему, и благую мысль посвятить их. Взирай на дар свой Богу, как на дар себе от Бога. И, сделавши все, мы должны назвать себя рабами, ничего не стоящими, как заповедал Господь. Лука 17, 10. Добре жительствовать и добре творить и добре мыслить не жертва Богу, а долг человеческий перед Ним. Когда нарушишь заповедь Божию, возопей мытаревым глазом. Боже, будь милости ко мне грешному. А когда исполнишь ее, скажи себе, я раб, ни к чему не годный, сотворил только повеленное. Раб негодный, овца погибшая. Вот воззвание истинных рабов Божиих, приятное Богу и привлекающее Его благоволение. До конца жизнь свою должно памятовать о грехах своих, не приводя, впрочем, себе в подробности совершения их. Памятование о грехах отражает полностью гордости. Воспоминание прежних грехов есть довольные узда усмирять и уцеломудрить нас, златоуст. Не совсем забывай, кто ты был, и не совсем помни, кто ты теперь. Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их веры, их меры. Исаак Сирин. Помышляй всегда не о том, что имеешь, но чего не достает тебе. Ты больше должен сожалеть о тех добродетелях, которых не имеешь, нежели хвастаться теми, которые в тебе находятся. Представим себе, что остается еще много такого, что мы должны были сделать, а между тем не сделали. И тогда все наши мнимые заслуги в собственных же наших глазах явятся ничтожными. Смирение есть один из признаков истинной мудрости. Не тот мудр, кто мечтает, что имеет мудрость, но тот мудр, кто познал свое незнание и исцелился от мечтания. Истина велик, кто сам в себе мал, и ни во что вменяет самый верх почести. Если смирение возвышает человека простого и неученого, то рассуди, какую честь доставить великим и почтенным Исаак Сирин. Блаженность людей, кто посчитает себя худшим всех. Хочешь ли пользоваться первенством, уступи его прежде другому, Златоуст. Хочешь ли быть великим, будь меньше всех, Ифрем Сирин. Умоляй себя во всем перед всеми людьми, и будешь возвышен перед князьями века сего, Исаак Сирин. Не будет тебе вреда, если ниже людей себя поставишь, но вред большой, когда хотя над одним возвысишь себя, по-макимпийски. Самая лучшая мера смирения считать себя худшим из всех тварей. Не думай, чтобы ты хотя мало вперед подвинулся нравственно, пока не почувствуешь себя ниже всех, по-макимпийски. Совершенность состоит в том, чтобы предпочитать себе ближнего. Приучи мало-помалу сердце твое говорить о каждом брате, поистине он лучше меня. Таким образом, мало-помалу приучишься считать себя грешнейшим всех человек. Есть пробный камень для золота и серебра, есть пробный камень и для смирения. Камень, которым испытывается смирение, есть примирение с теми, которые нас обидели или которых мы обидели. Думать, что мы смиренные и не иметь твердости духа примириться с обидевшими или с обиженными, значит обманываться, значит приписывать себе смирение, которого мы не имеем. Многие не стыдятся называть себя перед людьми грешниками, но от других слышать то не хотят. Это не есть признак смирения. Не тот показывает смиренно-мудрее, кто охуждает сам себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. Святой Ангелестичник Мы думаем о себе, что смиренны, пока нас не трогают. Это не смирение. Вот смирение истины. Когда уничижают, оскорбляют, тут себе и говори, «Стой этого за грехи мои». Истинно смиренный огорчиться и гнировать от укорения не может, потому что считает себя достойным всякого уничижения. Тихон Задонский Если хочешь стяжать истинное смирение, то приучайся мужественно претерпевать уносимые оскорбления от других. Ава Серапион Совершенство смирения состоит в том, чтобы с рабостью сносить ложные обвинения. Святой Саксирин Смиренные снисходительны к слабостям других, потому что чувствует свои собственные. Как мертвец не ест, так и смиренный не может осудить человека, хотя бы даже видел его поклоняющимся кумирам. Ава Лонгин Не всякий безмолвник смиренно мудр, но всякий смиренно мудрый безмолвник. Исаак Сирин Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе «Я кто?» И не осуждай никого. Уничижение себя есть то место, в котором обретается спокойствие. Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был. Не может долго оставаться в мире, кто не утвердился на том, чтобы ему быть наименьшим и всем слугою. Считай себя самым грешным и последним из всех, и будешь иметь покой. Если уничижишь себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях. Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает человека согрешающего. Таким образом, он тремя способами получает отпущение грехов себе. Как не судящий не судится, как смиренно мудрый оправдывается, как прощающий получает прощение святой Афанасий Александрисов. Кто помнит о грехах своих, тот удобно достигает смирения. Как человек, зиждущий храмину, глубоко вырывает рыхлую почву, доколе не дойдет до твердой земли, так и нам нужно глубоко копать и проникать во внутренность нашего сердца, чтобы осмотреть там все множество гнездящихся страстей и пороков, и через то научиться истинному покаянию и смиренно мудрению. Некоторому старту сказали о том, что иные сподобляются видеть ангелов. На это старец сказал, «Блаженны те, которые непрестанно видят грех свой». 22. Рассуждение или растудительность. Надо бы с рассуждением управлять своей душою. Блаженное дело творить все с рассуждением. Из всех добродетелей самая большая есть растудительность. Что свет в видимой природе или соль в ясто, то рассуждение в делах человеческих или, вообще сказать, в жизни временной. Корабль бескомчего погибает, гибнет и жизнь наша, неуправляемая разумом. 23. Каждому предприятию должно предшествовать рассуждение. Без него и то, что кажется добрым, обратиться в грех, если делается не в свое время или без сохранения меры. Василий Великий. 24. Совершаемое нами без рассуждений не есть добро. 25. Без рассуждений, кажущиеся добрым, неприятно Богу. 26. Есть люди, которые изнулили тело свое подвижничеством, и однако же удалились от Бога, потому что не имели рассудительности, Антоний Великий. 27. Никогда ты не должен начинать никакого дела, прежде нежели рассудишь о нем, соединившись с Богом молитвою. 28. Действовать не размышляя, это отправляться в дорогу, не приготовившись. 29. Прежде нежели выйдешь из своего дома, сообрази, что ты будешь делать. 30. Возвратившись, сообрази, что ты сделал. 31. Прежде нежели скажешь слово, испытай, каково будет его действие. 31. И еще строже, прежде нежели сделаешь дело, испытай, что оно будет говорить. 32. Ибо дела говорят сильнее слов. 33. Никогда не должно скоро последовать своему помыслу, хотя бы он и благ являлся, но испытывать его временем. 33. Не мыслите, не говорите и не творите ничего, прежде нежели представите себе, что ваша мысль, слово и дело согласны будут с Словом Божиим. 33. Соблазн и соблазнители. 34. Соблазн подобен моровой язве, которая в одном человеке начинается и многих близживущих заражает. 35. Соблазняемые почти всегда становятся соблазнителями. 36. Остерегайся, сколько возможно, того, чтобы не соблазнить ближнего твоего. 37. Сколько у нас, собственно, из грехов? 38. Зачем же еще обременять чужими? 39. Нет ничего тяжелее, ничего пагубнее, как вредить не только себе, но и ближнему. 40. Ава Дорофей. 41. Подобрять грехи гораздо хуже, чем самому грешить. 41. Кто увлекает во грех, тот совершает большее преступление, чем тот, кто грешит только за себя. 41. Ориген. 42. Соблазнитель есть величайший враг Божий ближнего и самого себя. 42. Кто вовлекает других во вред, тот оказывает дерзость против Бога, несправедливость против близнего, а жестокость против самого себя. 42. Что может быть ужаснее соблазнителя? 43. Приходит в ужас от поджигателей, воров, убийц, отравителей. 43. Но какого ужаса достоин христианин, который всюду разносит заразу греха, отнимает у своих братьев благодатную жизнь, предает их в рабство дьяволу, не извергает во ад. 44. Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. 45. Ты расплеваешь душу соблазняемого и похищаешь у него то, что принадлежит вечности. 46. Если Аха, стражащий наказан за похищение одной златницы из добычи, посвященной Господу, Иисуса Новина 7.20, 47. Так какой преданы будут казни те, которые похищают у Иисуса Христа души, приобретенные и искупленные не ценой золота и серебра, но божественную кровью непорочного агнца? 47. Соблазнитель даст отчет перед Богом не за себя только, но и за соблазненных. 48. Повлекая других в грех, мы будем вдвойне наказаны. 48. Помни, христианин, что грех, который ты соделаешь перед очами ближнего, не только унижает тебя перед всем ближним, но и перед всем Царствием Божиим, как распространители греха. 49. И кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так других, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. 50. Соблазн немощных братьев такой тяжкий грех, что мы для избежания оного должны отказываться даже от позволительного по законам божеским и человеческим. 51. Коль скоро это позволительное, может спущать немощную совесть и служить притыканием для ближних. 51. 1 Коринфянам 8. 13. 24. Дьявол Для чего Бог опустил дьявола искушать нас? Для того, чтобы, опасаясь и ожидая брани его, мы непрестанно бодрствовали и трезвились, и, одерживая победу, умножали венцы. 52. Если бы не было искушающего и утесняющего нас сатаны, то не сделалось бы явным, кто усерден, кто неблагоискусен и ленив, Нил Синайский. 53. Нужно иметь великую бдительность, потому что не спит враг наш дьявол, он древний незримый из рая, а ныне не допускает восходить на небо, Иоанн Пустник. 54. Не столько мы стараемся о своем спасении, сколько дьявол о нашей погибели. 55. Дьявол восьмую уже тысячу лет упражняется в искусстве прельщать человеков. 56. Дух злоба нередко и особенно в настоящее время внушает грешнику неверие в самое бытие злых духов, чтобы тем сильнее подчинить его своему пагубному влиянию на него. 56. Когда завяжут животному глаза, тогда оно ходит по колесу мельничному. Если же не завязать ему глаз, то оно не будет ходить по колесу. 57. Так и дьявол, если возможно закрыть очи у человека, то ввергает его во все виды греха. Когда же у человека глаза открыты, он удобно избегает козни дьявола. 57. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы ввергнуть в гиенну. 58. Никто не может быть оборщен дьяволом, если кто не захочет дать ему согласие своей воле, ибо сказано, противостаньте дьяволу и убежит от вас. 58. Война с дьяволом прекращает другую войну против Бога. 59. Враждуем с дьяволом, это значит, примиряемся с Богом, золотоуст. 59. Дьявол обвиняет Бога перед людьми, людей перед Богом и людей перед людьми же. 60. Хотя бы что и полезные внушали демоны, и тогда Господь запрещает их слушать. 61. Враг исконный не только левыми пороками, но и правыми, самыми добродетелями запинает человека. 61. Враг нашего спасения обыкновенно поступает так, что когда мы живем в беззаконии, то представляет нам грех вещью маловажную, до которой царю неба и земли и по самому величию его нет будто никакого дела. 62. А когда увидишь, что мы начинаем каяться во грехах и решаемся разорвать узы страстей, то изображает Бога немилосердным судьей, а грехи наши совершенно неотпустительными. 63. Сатана ослепляет человека для того, чтобы не зринуть его в грех, а после ему же открывает глаза, дабы привести его в отчаяние. 63. Дьявол, склоняясь ко греху, представляет благость Божию, а верный в грех представляет правосудие Божие. 64. Допадение нашего демона представляет нам Бога человеколюбивым, а по падении неумолимым. 65. Для принятия заповедей Божьих имей простоту, а для отражения козни дьявола хитрость и крымсирен. 66. Дьявол, прежде греха, представляет Бога милостивым, но после греха правосудным. 67. Это есть его хитрость. А ты, напротив, делай. Прежде греха, представляй себе правосудие Божие, чтобы не согрешить. 68. Когда же согрешишь, помышляй о великости милосердия Божия, чтобы не впасть в отчаяние Иудина и Ханзадонский. 69. Храни внутренний мир среди искушений. И если почувствуешь беспокойство в сердце твоем, то не обнаружи его никакими внешними знаками, 70. Чтобы удалить дьявола, который, не могши проникнуть в глубину души твоей, судит о ней по внешним твоим действиям. 71. И который, отчаявшись овладеть ею, отступит от тебя, может быть, в то время, когда ты уже ослабевал и готов был уступить ему. 71. Точно так неприятель, осаждая город, храбро защищаемый и показывающий готовность выдержать долговременную осаду, 72. Иногда снимает осаду в ту самую минуту, как город готовился уже к сдаче, потому что не знает ни вреда, какой производят огнестрельные его орудия в городе, есть смятение и страха осаждаемых жителей. 72. Дьявол — это птицелов. Будь же выше силков его, затауст. 73. Обращайтесь умным сердцем вашим к небу и вечности, и не будете уловлены от дьявола. 74. Птица чем выше летает, тем бывает безопаснее, а когда вниз на землю спустится, то легко может быть поймано или застрелено. 75. Делай постоянно что-нибудь доброе, чтобы дьявол всегда находил тебя занятым, блаженный Иероним. 75. Никому удобнее дьявол не приступает, как живущему в праздности и лености. 76. Будем всегда заниматься делами духовными, особенно молитвою, дабы всегда, как только приступить, как только покуситься, подойти к нам враг, находил он наше сердце и затворенным для него, и вооруженным. 76. Когда горшок снизу подогревается огнем, то ни муха, ни иное, что присмыкающееся, не может прикоснуться к нему. 77. Когда же остынет, тогда они садятся на него. 77. То же бывает и с человеком. Да, когда он пребывает в духовном делании, враг не может поразить его. 78. Ава Пимин. 79. Молитва верующих есть величайшее мучение и ужас для злых духов. 79. Нил Синайский. 80. Сердечная в молитве теплота есть для демонов жгучее пламя. 80. Как никто не смеет приблизиться к тому, кто беседует с царем земным и пресечь беседу, которую он ведет, так и демоны не дерзают приблизиться к тому, кто с Богом беседует. 81. Симеон Новый Богослов. 81. Как сильный ветер гонит пыль, так соперник наш дьявол прогоняется глазом словословия Богу, молитв и слез. 81. Тот не может быть побежден от дьявола, в ком живет Христос, победитель дьявола. 81. Христос победил силою Своей Искусителя, и мы силою и именем Иисуса можем побеждать Его. 82. Имя Иисуса крепче стали, тверже гранита. 83. Нет крепче щита, нет сильнее оружия в духовной брани, как и Иисусова молитва. 84. Авва Иов. Как пес, когда увидит жезл, которым некогда ударили его, скорая далеко отбегает от него, 85. Так дьявол, видя знамение креста Христова, которым сокрушена сила его, боится, крепещет и убегает от верных. 85. Тетр могила. 85. Грех. 86. Нет зла, нет несчастья, нет бедствия, которое было бы гибельнее греха. 86. Что может быть бедствием и греха, от которого все прочие бедствия? 87. Он разлучает человека с Богом, поставляет во вражду с человеками, разделяет самого собою. 87. Изо всех зл человеческих один грех есть настоящее зло. 87. Убийца разлучает душу с телом, а грех губит и тело, и душу. 88. Грех лишает душу мира, ум — света, тело — нетление, землю — благословение, всякую тварь, всякой доброты. 89. Он начинает тем, что вселяет ад человека, и оканчивает тем, что человека в ад вселяет. 89. Грех ужасней самого дьявола, потому что и дьявол из светлого ангела. 90. Грех делает дьяволом. 90. Как ехидны свое происхождение на свет сопровождают смертью матери, так и грехи гибелью их порождающих. 91. Нет грешника, который бы по окончании своего зимного поприща не сказал Сианафанам, «Вкушая, впустил мало меда, и вот я должен умереть». 1. Сарк 14.43 Сладок человеку грех, но горький и тяжкий плоды его. 2. Грех — это горчайший виноград, от употребления которого бывает сильное и оскоменно, блаженноустим. 3. Каждый грех есть хмель, пробуждение после которого весьма неприятно. 4. Грех и скорбь связаны между собой неразрывной цепью. 5. Скорбь и теснота, всякой душе, делающей злое. 5. Грех бывает сладок на короткое время, а горьк на продолжительное время. 6. Наслаждение греховное временно, а мучения за него вечны. 6. Краткая греха есть сладость, но вечная смерть последует. 7. Пути порока и беззакония вначале гладкие и приятные. 8. По ним идется легко, скоро и незаметно, но последний изряд в одно адово. 9. Плень и греха подобен человеку, сходящему с высокой и крутой горы. 10. Сначала горизонт обширный, множество видов перед глазами, стезей под стопами, но чем далее ниже, тем уже горизонт, тем уже, тем менее видов и следов, и, наконец, остается одна стезя, ведущая или лучше, влекущая в пропасть. 11. Белаешь возлюбленное огня, чтобы не сгорело у тебя тело, бегай греха, чтобы тело твоему вместе с душой не сгореть в огне неугасимым. 12. Добро без награждения, а зло или грех без наказания не останется. 13. Кто живет худо, тому и будет худо. 14. Кто делает зло, того самого постигнет зло. 15. И если от худого дела получаешь прибыль, считай это залогом несчастья. 15. Зле приобретенное зле и расточается. 16. Чем кто согрешает, тем по большей части и наказывается. 17. Согрешил Захария устами на устах, и через уста понес и наказание. 18. Кто что сеет, тот то и пожнет. 18. Так, когда мы добровольно сея против воли пожинаем злое, то должно удивляться в этом правосудию Божию. 19. Лучшее употребление встречающихся неприятностей в жизни состоит в том, чтобы усматривать, какой неосторожный шаг привел нас в оное и приписывать себе правила осторожности на будущее время. 20. Если избегаешь речей о том, что делаешь, то перестань делать, не будет и речей. 21. Если кто тебя поносит, не ожесточайся, но плачь и стяная не о том, что тебя поносят, но о грехе, который подверг тебя такому бесчестию. 21. Златоуст. Похвал бегай, но стыдись и укоризм Нил Синайский. 22. Унедительное поведение в обществе не составляет христианского смирения. 23. Хорошо просить прощения у Бога и у людей во грехах, но лучше не делать того, в чем надо напросить прощения. 24. Грех есть сам себе наказание. Иеремия 2.19, Римлянам 2.9. Подобно как добродетель, сама себе награда. 25. Виновный, как бы удачно, по-видимому, не избежал наказания за свои преступления, всегда носит его с собою. 25. Дела злые еще прежде гиенны, здесь уже мучат совесть. 26. Будь уверен, что тебе ничто неприлично, кроме добра. 27. Смотрись поглубже к сердцу свое. 28. Ты сам увидишь, что всякая злая мысль, всякое злое желание, всякое злое дело приносит тебе стыд и срам, несмотря на то, что никто не знает твои мысли, твои желания и дела. 29. А будет время, когда узнает все и все. 30. Гораздо легче вынести горе и несчастье, чем быть их причиной. 31. Человек с чистой совестью страдает, но мир души его не возмущен. 32. Человек, делающий зло другим, носит это зло в себе самом. 33. Оно не дает ему покоя ни днем, ни ночью. 34. Оно червь, который грызет и точит его постоянно. 35. Тот порог, за которым ревностно гоняемся, после преследует нас всюду. 36. О, грех самое ужасное зло в мире. 37. Бегите, греха, по крайней мере, для того, чтобы как можно менее тяготели над вами бедствия земные. 37. Тот зрящий слепец, кто не видит, сколько пагубен его грех. 38. Григорий Богослов. 39. Всякий, делающий грех, есть раб греха. 40. Свободен ли корыстолюбец? 41. Незаконный в золотые оковы? 41. Свободен ли платоугодник? 42. Не связан ли, если не жестокими узами, то мягкими сетями? 42. Свободен ли гордый честолюбивый? 43. Не прикован ли ни за руки и за ноги, но головой и с сердцем? 44. Не прикован ли к своему собственному истукану? 45. Филарет, митрополит Московский. 46. Как заржавелое железо теряет крепость и силу до того, что, чего прежде не могли сломить великие усилия, 47. Он будет ломаться и рваться от малого напряжения, хотя объем и количество железа те же. 47. Так и у грешника остается весь признак свободы. 48. В некоторых случаях он свободнее, по-видимому, самого праведника, который всегда связан с совестью и страхом Божьим. 49. Но внутренней мощи на добро нет, и при малом усилии какому-либо благому подвигу грешник слаб, как дитя. 49. Живущие во грехах ничем не различаются от мертвых. 50. Нечестивые, хотя по-видимому, и живут, но они несчастнее умерших. 50. Нечестивые страшатся там, где вовсе нет страха. 51. А где надлежало бы страшиться, там они бесстрашны. 51. Многие грешат по опасению, чтобы мир не наказал презрением за презрение к законам мира. 52. Мы мало должны думать об оскорблении, наносимом нам людьми, когда покорность им могла бы причинить оскорбление Богу. 53. Лучше избирай умереть, когда того нужда потребует, нежели согрешить. 54. И один грех, как оскорбление бесконечного величества Божия, достойен вечной казни и смерти. 55. А один грех всегда приводит к другому греху. 55. Почитай величайшим для себя несчастьем, если ты в чем-нибудь удовлетворишь в своей похоти. 56. Ибо удовлетворение одной похоти возбуждает много других. 56. Каждый новый грех полагает новое пятно на душу нашу. 57. Лучше лишиться тысячи украшений тела, нежели предоставить севицу малейшее пятно на душе и совести. 57. Ничто не сокрыто от судьи. 58. Поэтому напрасно стараемся грешить скрытно. 58. Святой Нил Синайский. 59. Один царь сказал, чудное дело. 59. Мы приносим молитвы так, что представляем Бога присущим и слушающим слова наши. 60. А когда грешим, то делаем так, как будто Он и не видел нас. 61. Бог судья не только наружных дел, но и внутренних помышлений. 61. Что стыдишься делать в присутствии людей, о том и помышлять, считай, неприличным? 62. Ава Исаия. 63. Что страшно творить перед людьми, о том страшно и помышлять в сердце пред Богом? 63. Запрещены даже праздные слова и праздные мысли. 63. Это уже слишком тяжело, говорят пиккомысленные. 64. Без нужды строго, думает неразумеющая. 64. Праздные слова, говорят, не вредны, а праздные мысли еще менее. 64. Да. Мелкие насекомые, в большей части, не ядовиты и не смертоносны. 65. Однако хотел ли бы ты жить в воздухе ими наполненном, где непрестанно они толчатся в глаза, 65. Жужжат в уши, тревожат осязания, и сотнями наносят подлинно несмертельные раны. 65. Филарет московский. 66. И малые грехи, не малость. 66. И с малыми грехами нельзя войти в царствие небесное. 67. Яблоко, съеденное прародителями в Эдеме, было невелико, но какие произошли от этого следствия, сам знаешь. 67. Из примера тех, которые бывают добычей ловцов, научись не пренебрегать и самой малостью, ибо случается, что птица задерживается в сети небольшим ногтем, и концом ничего не стоящего ногтя смиряется и преодолевается могущество крыл, и хотя птица совершенно вне сети, однако же вся ею уловляется. 68. Кажущийся маловажным имеет иногда немаловажное значение. 69. Малые и незначительные грешности часто уменьшали славу великих мужей. 69. Когда в бочке находится хотя малая скважина, то вино вытекает, прежде нежели господин о том узнает, если он небрежен. 70. Так и пренебрежение самой малой, по-видимому, вещи или обстоятельства погубляет плод нерадимого человека. 71. Не говори, что то или другое ничтожнее милость. 71. Милости много значат в жизни. 72. Рана, сделанная иглой, иногда поражает вернее, чем болезнь, обнимающая все тело. 73. Иногда от искры делается пожар, с которым справиться невозможно, и который беспощадно пожирает все, что собрано было годами, изберегаемо с величайшим вниманием. 74. Маловажно и немаловажно, когда производят великое. 75. Святой Григорий Богослов. 76. Если бы малый грех и невелик был сам себе, и то лишь сравнительно только, зато множество подобных грехов составляет большой грех. 76. Если бы кто, насыпав в мешок много песку, поплыл с ним по глубокой воде, 77. Та тяжести его также может потонуть, как и от большого камня, так и от малых грехов, которые в общей сложности могут составлять тяжесть, равную большому греху или даже превосходящую тяжесть большого греха, также можно погибнуть, как и от больших грехов. 77. Излишества и в малых вещах не суть малости. 78. Песчинка мала, но миллионы песчинок составляют гору. 79. Что составит повторяемые каждый день малые грехи? 79. Небольшую причиняет боль сарапиной иголкой, но если бы кто-то вздумал долго накалывать свое тело на одном и том же месте, то такая шутка имела бы вредные последствия, ибо случается, что едва приметная заноза производит столь сильное воспаление, что признается нужным отсечь целый член. 80. Подобно сему, желающий душевного спасения должен беречься и малых, по-видимому, грехов и приносит в них покаяние, потому что многократное повторение и малых грехов или непосредственно ведет к беззакониям, или есть уже смертный грех, лишающий душу благодатных сил ее. 81. Убегая даже самых малых грехов, потому что не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие. 82. Кто побеждается в малых вещах, тот побеждается в великих. 83. Кто не соблюдает себя от малых погрешностей, тот мало по малой и в большие впадет. 84. Кто при грешении своих считает малыми, тот впадет в худшие прежнего. 84. Считая то и другое малым, не доходит ли до того, что никакого греха не считает великим? 84. Легкомыслие смеется над набожностью и доходит до безбожной жизни. 85. И малый грех может довести человека до великих беззаконий. 86. Шалун может сделаться злодеем, остряк – богохульником. 86. Как бы ни казался грех малым, он все-таки есть злое семя, из которого может вырасти огромное зло. 87. Это то же, что семя ядовитого растения, на что меньше его, и как смертоносные плоды, когда оно возрастет. 87. Таковы, например, опыты невоздержания в вине, делаемые сначала для развлечения, и часто кончающиеся пьянством. 87. Такова склонность слушать насмешки над другими и даже клевету. 88. Поначалу это шутка, не более. 89. А между тем она обращается в привычку к насмешливости, пересудам и сплетням. 89. Всякий преступник вначале был невинным и не вдруг сделался великим грешником. 89. Первый шаг его на пути порока был мало заметен. 90. Но не был остановлен, он послужил началом ужасных злодеяний. 90. Душегубец, быть может, сначала задушил только птичку. 91. Не должно допускать и малых начал зла. 91. Грех, как огонь, которым шутить очень опасно. 91. Один нечистый взгляд, одно соблазнительное слово могут довести человека до грехов великих. 91. Остерегайся малого, чтобы не впасть в большее. 92. Если бы мы не не родили о малом и о том, что нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое, Ава Дорофей. 93. Берегись малого, и в большее не впадешь. 94. Не не роди тогда, когда представляется тебе маловажен проступок, иначе впоследствии найдешь в нем бесчеловечного господина и будешь перед ним как связанный раб. 94. Не делая зла даже и в шутку, его случается, что иной сначала шутя делает зло, а после и нехотя им увлекается. 95. Во всем и всегда, тем больше в злом деле важен только первый шаг. Его сделать трудно. 95. Второй шаг совершить уже легче, а потом человек уже не идет, а стремится по скользкому пути зла. 95. Страшный грех от повторения делается менее страшным. 95. Кто сегодня крадет медную монету, завтра украдет две, потом три, и наконец дойдет до сребреников. 96. Пока проступок малый еще не созрел, истреби его прежде, нежели пустил ветви в широту и стал созревать. 96. Исаак Севин. 97. Будем внимать себе и заботиться о легком, пока оно легкое, чтобы оно не стало тяжким. 97. Потому что и добродетели, и грехи начинаются от малого и приводят к великому добру или злу. 97. Все рождаемое начинается малым и, будучи мало-помалу питаемо, возрастает. 98. Грех есть горящий огонь. По мере уменьшения вещества он угасает, и по мере прибавления разгорается. 99. Зло подобно искре. Туши ее, иначе будет пожар, и ты сгоришь в огне гиенны. 99. Угошай искру, пока пламень не возросла, и убивай врага, пока он мал. 99. Легче не поддаться пороку вначале и избежать его, когда он только к нам близок, нежели пресечь и стать выше его, когда он уже сделал в нас успехи. 99. Как и камень, легко подпереть и удержать вначале, нежели поднять вверх во время падения Григория Богослова. 99. Допусти в себе начало порока, не говори, он не победит меня. 99. Ибо насколько ты предался ему, настолько уже побежден им. 99. Невозможно преодолеть великого, если не препобедишь маловажного, Исаак Сирил. 99. Кто побеждается в малом, побеждается и в большом. И кто препобеждает, то побеждает и это. 99. Берегитесь пренебрегать малым. Берегитесь презирать его, как малое и ничтожное. Оно не малое, потому что через него образуется худой навык. 99. Истребляй грех вначале, пока он мал, пока легко ему противиться. Не то будет, если дашь ему развиться, укрепиться в себе. И из него, как планы из потушенной, из непотушенной искры, образуется греховная привычка. 99. Нет тиранства, которое было бы так невыносимо, как привычка. Недаром называют ее второй природою. Златоуст. 99. Если всякий грех омрачает духовное зрение, то привычка к греху производит, можно сказать, в нашем глазе темную воду, против которой нет лекарства. 99. Как бы ни были безобразные и отвратительные грехи, привычка делает их маловажными и ничтожными. 99. Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и усилии. То же самое нужно сказать и о греховных привычках. 100. Удобно грех сотворить, но неудобно от греха освободиться. 100. Чтобы не терпеть тяготы греховных, бодрствуй постоянно над собой. 100. Наблюдай не только за своими словами и поступками, но даже и за своими мыслями, чувствованиями и желаниями. 100. И не давай себя в плен летейшему из всех врагов и ужаснейшему из всех зол, то есть греху. 100. Предупреждать зло легче, нежели побороть его. 100. Чего пожелаешь, о том будешь и заботиться, к тому будешь и стремиться, того будешь и искать, а чего не пожелаешь, о том и заботиться и думать не будешь, того и искать не станешь. 100. Грешные желания тоже, что зерно, брошенное в землю. 100. Зерно, брошенное в землю, с каждым днем разрастается все более и более, и, наконец, вырастает в большое дерево. 100. Так то есть и порочные желания. Сначала оно развивается понемногу, потом все более и более, и, наконец, овладевает всем нашим существом. 100. Так вредные и гибельны для нас дурные и грешные мысли. 100. Будем подоблять себе скверные мысли, чтобы от них не дойти до скверных дел. 100. Если не употребишь силу над собой, не победишь порока. 100. Чтобы победить какую-нибудь свою слабость, не сходи ей никогда. 100. От каких страданий не избавляли бы мы себя, не избавили бы мы себя. 100. Иногда одним нет, твердо сказанным обольщению. 100. Скажи однажды навсегда греху, я враг твой. 100. И при каждом искушении говори каждому лукавому помыслу, я враг твой. 100. Надлежит возненавидеть грех. 100. В таком случае, если ей поползнется, кто на грех, скорее может выйти из сетей его. 100. Кто не возненавидел греха, тот, если и не делает греха, причисляется к грешникам. 100. Кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием. 100. Чтобы возненавидеть грех, рассуждай чаще, особенно тогда, когда подвергаешься искушению. 100. О пагубных последствиях греха, о вреде, которое может произойти из него для тебя на всю вечность, если не покаешься. 100. Тогда возненавидишь порог, когда рассудишь, что это демонский, блещущий над нами меч. 100. Душа может противиться греху, но не может без Бога победить или искоренить зло. 100. В борьбе со грехом обращайся за помощью к тому, кто сказал без меня. 100. Если сатана имел столько силы, чтобы поселить в нас грехи, то Иисус Христос, Творец наш, конечно, еще более будет силен искоренить из нас их. 100. Сделай только опыт. Решись на истребление грехов при последствии его силы, и ты узнаешь, сколько это для него легко. 100. Велика сила греха, но сто крат больше сила благодати Божией. 26. Помыслы. Как нельзя не допустить ветра до открытой груди, так нельзя остановить и прилива помыслов, потому что человеческая душа по самой природе вследствие грехопадения прародителей открыта для действий зла. 27. Авва палла в ответ брату, жаловавшемуся на свою душевную брань с помыслом, и сказал, между прочим, следующее. 28. Не удивляйся случившемуся с тобой. Ты видишь меня, как я стар. 29. Семьдесят лет живу в келье этой, в попечениях о спасении моем. 30. В такой старости поныне претерпевая искушение и напасти от помыслов. 31. От искушения никому не избежать, но можно избежать падений. 31. Остров, лежащий среди моря, может ли остановить волны, чтобы они не ударяли на него? 32. По крайней мере, островок противится волнам. 33. Так и мы не можем остановить помыслов, но можем противиться им. 34. Ты не можешь, конечно, препятствовать полету птицы, но ты можешь воспрепятствовать ей свить гнезда там или здесь. 35. Не должно отчаиваться по причине борьбы, причиняемой нашим нашествием помыслов. 36. Если противимся ревностным помыслам, то борьба с ними впитает нам тем светлейшие венцы. 36. Мать Сара была борима помыслом блуда в течение тридцати лет и никогда не помолилась о том, чтобы брань отступила от нее, но молила только Бога даровать ей мужество и терпение в бране. 37. Если когда нечестивые полосы тревожат ум твой, не отчаивайся, но приводи себе на память Божьей щедроты. 38. Кому поверен корабль, того владелец корабля никогда не упрекнет так. 39. Для чего ты дал волнам бить мой корабль? 40. Но скажет разве, для чего не породило кораблей и не противился волнам? 41. Ифрен Сирин. 41. Осуждаемся мы не за то, что входят в нас помышления греховные, но за злоупотребление ими. 41. Не то навлекает на нас осуждение, что помыслы входят в нас, но то, когда мы даем им худое направление. 42. Не подумай когда-нибудь не родить о помыслах, ибо никакая мысль не может утаиться от Бога. 42. Никогда не допускай войти в сердце твое помыслу про гневляющему Бога, Ава Силуан. 43. Будь привратником сердца твоего, чтобы не входили в него чуждые, постоянно говори приходящим помыслам. 44. Нашли или от супостатов наших? 45. Новин 5.13. 45. Безопаснее не допускать врага в дом, нежели допустившись с ним бороться. 46. Тихон Задонский. 47. Всякий греховный помысл изгоняй из сердца как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и малейшую искру, попавшую в нее. 47. Как не удерживаешь скорпиона за пазухой, так не держи худого помыслов в сердце твоем. 48. Угашай искру, пока в пламени не возросла, и убивай врага, пока мало есть. 49. Как искра удобно погашается до появления пламени, так и худое пожелание удобно подавляется в начале. 49. Лукавому помыслу также худо давать возрастать в душе, как и траве на гряде с овощами. 50. Если помыслы будем отсекать, отсечем и грех. 51. От помыслов и грех бывают, как от корня дерева, или как от семени плод, от всяких кореней дерева не будет. 52. Подавись, семя, и плод не возрастет. 53. Не образуется облако без движения ветра, и страсть не рождается без мысли. 54. Как неопытный теленок, спеша за травой, попадает в место, окруженное стремнинами. 55. Так бывает и с душой, мало-помалу превращаемой помыслами. 55. Не прирожение помысла есть грех, но дружеская с ним беседа ума. 56. Всякий согрешает от того, что при нападении худых помыслов не отвергает их тотчас противоречием. 56. Лукавые помыслы исторгали иными помыслами, Нил Сенайский. 57. Помысл тебе представляет сладость греховного действия, а ты, помышляя о заповеди Божией, запрещающей это действие, о тех плачевных последствиях, каким приводит каковременная сладость греха, и помысл удалится от тебя. 57. Часто воздвигай ум к молитве и истребишь помыслы, приступающие к сердцу. 57. Молись крепко и с воздыханием во время постигшего искушения помыслами. 58. Господи, помилуй! Господи, не оставь меня! 59. Боже, приди ко мне на помощь! Господи, поспеши ко мне! 59. Или иначе как, и не будешь побежден помыслами. 60. Или иначе как, и не будешь побежден помыслами. 61. Не питай пространно плод твою, и скверные помыслы оскудеют в тебе. 62. Как острое лекарство вращует жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы. 63. Как воззрение на медного змея, вознесенного Моисеем в пустыне, имевшего силу преобразованного им креста Христова, вскоре исцеляло его из зеленых ядовитыми змеями. 64. Так воззрение покаяния, веры и молитвы на распятого Иисуса вскоре исцеляет душу, уязвеленный ядовитыми впечатлениями похотного помыслов. 65. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. 27. Страсти Человек не может быть совершенно свободным от страстей, может содержать их во власти, но совершенно не иметь их не может. 28. Страсти живут и в святых, только они ими обуздываются. 28. Не то опасно, что борют нас в страсти, и мы боремся с ними, но бести на то, если по лености и нерадению впадем перед сопротивниками. 29. Старайся всегда быть победителем своих страстей, а не побежденным от них. 30. Истинный мир сердца можно найти только в сопротивлении страстям, а не служении им. 31. Если помилуешь неприятеля, то будет у тебя враг. Если посидишь страсть, то восстанет на тебя Нин Синайский. 31. Мнимое удовлетворение, которое мы доставляем своим страстям, есть не что иное, как обманчивая пища, которая только возбуждает больший голод и сильнейшую жажду в нашей душе, никогда не удовлетворяя ее потребностям. 32. Как путешественник, обманутый призраками, который нередко представляется среди восточных пустынь, видит перед собой зеленеющие холмы, сверкающие струи источников, которые, по вере того, как он к ним приближается, обращаются в бесплодную безводную степь, так тот же и всякий грешник на пути своих пожеланий. 33. Кажется, видит восхитительные картины удовольствия и блаженства. Но этот призрак удаляется по мере того, как грешник приближается к нему, и он напрасно истощает свои силы, преследуя обольстительные видения до тех пор, пока оно наконец исчезнет, оставив несчастного грешника в изнеможении от обманутых надежд, 34. Кажется, в томительной жажде, которая более и более усиливается, иссушает и снедает его сердце. 35. Страсти, подобно огнедышащим горам, которые скоро оставляют вокруг себя опустошение и ужас. 36. Ничто не причинает нам столько страданий, как действующие в душе страсти. 37. Все другие бедствия действуют отвне. Айки рождаются внутри. Отсюда и происходит особенное великое мучение. 38. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя, подчиняем какой-либо страсти, то ничто не будет для нас тяжким. 39. В бурю факел погасает. Так рассудок от буря страстей помрачается. 40. Страсть часто извращает и естественное, видит и в естественном неестественное, и неестественное оправдывает как естественное. 41. Доколе плод работает страстям, да то ли душа не знает Бога. 42. Доколе питаем в себе ту или другую страсть, не созреваем мы для жизни блаженной. 43. Не признается рабом Божиим тот, кто работает страстям. 44. Он раб того, кто обладает им. 45. Ава Исаия. 46. Гибельные последствия страстей ничем так выше не предупреждаются, как твердой решимостью отстранить от себя возбуждающие к соблазну, хотя бы оно было близко и любезно нашему сердцу. 47. Больно расставаться страстью, но не больнее, чем вечно страдать. 48. Филарет, архиепископ Черниговский. 49. Страсть подобна псу. 50. Как пес бежит за нами и гонит нас, когда от него убегаем, а когда против него стоим и гоним его, бежит от нас. 51. Так и страсть гонит того, кто ей поддается и слушает ее, уступает тому, кто противится ей. 52. Кто увлекается страсти, тот будет рабом страсти. 53. Ава не старой. 54. Кто потворствует одной страсти, чтобы ослабить через нее другие, тот утворит. 54. Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи, Ава Исаия. 55. Если душа хотела одну страсть только обратить себе в навык, то враг когда не вздумает, не взлагает ее, ибо она находится в его руках по причине той страсти. 55. Ава Дорофеев. 55. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а кто пребывает с производящими их причинами, тот и нехотя бывает борим от страстей. 56. Святой Марк Подвижник. 56. Брат спросил Авусисоя, отчего не отступают от меня страсти? 57. Царец отвечал, залоги их находятся в тебе, отдай им залоги их, и они удалятся. 57. Залоги страстей – суть причины их. 58. Так, причина действия страсти блудной – угождение плоти, осуждение ближних, переставши угождать плоти и осуждать ближних, переживает силу побеждать блудную страсть. 58. Игнатий епископ Кавказский. 59. Плот есть седалище всех страстей. 59. Игнатий, как учит Касьян. 60. И как можно поверить всякому опытам, потому и стеснение ее от иссушения страстей. 61. Кто с самого начала противоборствует страсти, тот скоро возьмет над ней верх, Исаак Ферин. 62. Всякую страсть легче победить в первое ее появление, нежели когда она усилится, обратится в навык и возобладает над тобой, как вторая природа. 63. Украшай заблаговременно начинающиеся в тебе страсти. 64. И не давая им усиливаться. 64. Терния, когда оно мало, то легко его вырвать, а когда возрастет и пустит глубоко корни, тогда трудно с ним справляться. 65. Поспешайте полоть едва возникающие из земли сердца плевела, чтобы они возросши не подавили пшеницы. 66. Поспешайте сокрушать яйца змеиные, пока не родился ядовитый и смертоносный змей. 67. Поспешайте извинуть из внутреннего святилища идол страстного помысла и похотного желания, пока он не потребовал убийственной жертвы. 68. Смири помысл гордыни прежде, нежели гордыня, обратившись в страсть, смирить тебя. 69. Не изложи помысл высоколомия, прежде нежели оно не изложит тебя. 70. Сокруши плод, прежде нежели похоть сокрушит тебя. 71. Надеяться, что жар страстей умерится в продолжении лет, значит весьма худо знать свойства страстей. 71. Свойства их есть ненасытность. Можно удовлетворить им на минуту, но вполне невозможно. 71. Ядоносная чаша их вместо того, чтобы утолить жажду, только боли возбуждают ее. 72. Удовлетворение им служит только к их усилению. 73. Чем боли уваждаешь им, тем взыскательнее становятся они. 74. Таким образом, течение лет вместо того, чтобы умерить страсти, только боли воспламеняет их. 75. Вместо того, чтобы облегчить их игрой, делает его еще более тяжким. 76. Доколе находишься в теле, не будь беспечен и не доверяй себе, хотя бы чувствуй иногда свободу от страстей. 76. Никогда не верь себе, замечая временное утешение страстей, потому что страсти демона часто укрываются спукавством. 77. Не вознеродит ли человека сердце своем, думая, что уже чист от них, и потом нечаянно нападает на бедную душу и восхищает ее, как птицу. 77. И если возобладает ею, унижает ее всяким грехом немилостивее и злобнее, нежели вначале. 78. В сердце человека есть нива, заросшая тернием греха. 79. Возделывая сию ниву, христианин должен твердо помнить, что корни страстей в нем не совсем истребляются до самой смерти. 79. И при малейшей с нашей стороны рассеянности и небрежности могут спустить от себя роски, которые беспрепятственно заглушают доброе семя, с трудом посеянное и с трудом возвращаемое. 79. Не часто ли бывает достаточно одной минуты нравственного нашего усыпления и нерадения, чтобы позволить внедриться в сердце наше злу, до истребления которой он уже целые годы жизни? 80. Да коли ты подвергаешься хотя мало греху, да то ли не почитай себя свободным от страстей. 80. Бесстрастие стяжел не тот, кто иногда размущается страстями, а иногда бывает тиш и спокоен, на тот, кто непрестанно бывает в бесстрастии, кто остается непоколебимым, когда присущи причины, производящие страсти, и преимущественно тот, кто не страждет от мыслей обонных. 81. Тот имеет совершенное бесстрастие, кто не имеет пристрастия ни к вещам, ни к воспоминаниям о них, авофаласий. 81. Кто чист только от плоских сквер, тот еще не почитай себя совершенно чистым. 81. Есть скверны духа, как и плоти. 81. Блюдо деяния нечистота, но и скупость тоже. 82. Пьянство — нечистота, но и гордость, и зависть, и гнев тоже. 81. Одно делает человека подобным нечистому животному, другое — нечистому духу дьяволу. 81. Одни страсти свойственны телу, другие — душе. 81. Огребающийся от одних и не родящий от других поступает так же, 82. Как если бы кто оградил виноградник свой высокую стену от зверей и, между тем, оставил совершенно открытым для хищных птиц, блаженный Августин. 82. Море волнуется от ветра, а сердце от страстей. 83. Волны морские может укротить один Бог, и волны сердечные может утишить всесильная благодать Божия, если, однако, само сердце не будет противиться ее действию. 84. Как скоро почувствуете в себе поползновение покориться искушению вас обольщающему, то берите пример с малых детей. 85. Увидев хищного зверя, со всей поспешностью, производимой страхом, бегут они в объятия отца или матери, или, по крайней мере, призывают их к себе на помощь. 85. При всяком искушении и опасности поспешайте и вы ко Всевышнему, умоляя Его о помощи и заступлении. 86. В Ветхом Завете взгляд на медного змея исцелял язвы людей, происходившие от угрызения змеями. 87. Ныне в Новом Завете взгляд мысленный на крест Христов, на терпение Христова. 87. Много может содействовать к уврачеванию язв, производимых нравственными змеями, страстями. 88. Яков, архиепископ Нижегородский. 88. Гнев. 89. Нет большей победы, как победить свой гнев и негодование. 89. Святой Тихон Задонский. 89. Удобнее побеждать царство, нежели свой гнев. 90. Герои, делавшиеся победителями царей, становились рабами своего гнева. 90. Поэтому Священное Писание дает преимущество победителю гнева своего перед победителем народов. 90. Удерживающий гнев лучшего завоевателя города, говорит Соломон, притча 16.32. 90. Яков, архиепископ Нижегородский. 90. Чтобы одержать победу над страстью гнева, для этого нужно чаще размышлять о тех пагубных последствиях, какие производит в нас эта страсть. 91. Раздражительность в человеке — ров для него. Кто преодолел в себе раздражительность, тот миновал этот ров. 91. Быть гневливым и сердитым есть ничто иное, как самого себя наказывать за сужие погрешности и глупости. 92. Когда вы приходите в гнев, вы делитесь собственным палачом, вы терзаете самих себя. 93. Что может быть сжать через гневаного человека, святой Златоуст? 94. Помыслы раздраженного и хитрые порождения, пожирающие поразившее их сердце. 94. Гнев опасный для всякого советник. Что предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно. 95. Григорий Богослов. 95. Часто хитрость возбуждает гнев с единственной целью — выиграть его тайну или забрать его в свои руки, когда утомится. 95. Воспламеняющийся гневом на ближнего всегда Богослов сам причиняет себе вреда, нежели сколько терпит вреда от обездившего. 96. Поэтому люди действительно умные, большей частью переносят с терпением неприятности им причиняемые. 96. Муж мудрый многое терпит, говорит Соломон. 97. Гнев и мстительность есть страсть слабых душ. Потому женщины гневливее и мстительнее мужчин. 97. Ювенал. 97. Зласть есть недостаток ума. Гнев есть начало безумия. Гнев и упрямство есть сила безрассудных. 98. Что буря производит в воздухе, то гнев производит в уме. Буря волнует воздух, гнев возмущает ум. 99. Буря часто потемняет воздух, гнев нередко помрачает ум. 99. От этого люди самые даровитые, самые умные, в минуты гнева нередко ошибались и произносили такие осуждения, которых сами после стыдились. 99. Раздражение есть опьянение души. Оно также рвует ее из ума, как вино. 99. Представь себя разгневанного. Он сам себе не господин, не узнает себя. Не узнает присутствующих, на всякого нападает, говорит, что пришло на ум. 99. Он неудержим. Ругает, бьет, грозит, клянется, кричит, разрывается. 99. Лютый змея и василиск, но гораздо злее их гнев. 99. Кто предается гневу, тот делает из себя зрелище, крайне неприятное для других. 99. Посмотрите на гневающегося человека. Кровь его кипит и стремится к оконечностям. Глаза его сверкают и горят каким-то разрушительным огнем. 99. Звуки голоса неестественны. Речь преливается. Все лицо как-то искривляется. 99. Правду сказал премудрый. Муж ярый, неблагообразен. Притча 11.25. 99. Гневливость — это вывеска, которая против воли человека сама себя показывает. 99. Святой Григорий Богослов. 99. Платон Афинский советовал всякому сердитому и вспыльщему человеку смотреться в зеркало, чтобы видеть все безобразие лица своего во время гнева. 99. Если б человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании, потому что нет ничего неприятнее лица раздраженного. 99. Приятное зрелище, спокойное море, но еще приятнее мирное состояние духа. 99. Святой Нил Синайский. 99. Где мир, там и Бог мира. 99. Где злоба и гнев, туда не прилетает дух кротости. 99. Гневаешься ты на ближнего своего, и сам во гневе находишься у Бога. 99. Гневливый человек хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден Богу. 99. Ава Агафон. 99. Пища для огня — дрова, а пища для раздражительности — высокоумие. 99. Невозможно кому-либо разгрелось она ближнего, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижит его и не сочтет себя высшим его. 99. Ава Дорофей. 99. Тому, кто живо помнит о своих немощах и грехах, то видит себя ниже всех по порче души своей, тому не для того, чтобы волноваться гневом на другого. 99. Истреби в себе две мысли. 99. Не признавай себя достойным чего-либо великого, и не думай, чтобы другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству. 99. Такое случайно носимое нам бесчестие никогда не приведут нас к раздражению. 99. Святой Василий Великий. 99. Кто не укроет себя, тот побеждает со гневом. 99. Ава Исаия. 99. Ни на кого не умею негодовать или гневаться, разве на себя самого Фома Кимпийский. 99. Не очень раздражайся против оскорбляющего тебя, но раздражайся скорее против своего греха, который возбуждает твое сердце против оскорбителя. 99. Гнев всего более чаще обнаруживается в нас, когда мы слышим от ближнего противоречия себе, обличения и злословия. 99. Истинного христианина все это не раздражает, так же, как не превозносит его сердце и похвалы, слышимые им от других. 99. Боголюбивый слушатель всегда пользу получает. 99. Если его хвалят за добрые дела, то делается ревностнее к ним, а если обличают в злых делах, то понуждается в покаянии. 99. Святой Марк Подвижник. 99. Возлюбим обличения. 99. Если мы их не заслужили, тем спокойнее можем слушать их, а они помогут нам, чтобы не заслужить их впредь. 99. Если же по несчастью заслужили, они помогут нам исправиться не с гневом, а с любовью принимай наставления, увещания, обличения других, хотя бы ты был и очень мудр. 99. По словам Премудрого это составляет один из признаков мудрости. 99. Премудрость 9. 8. Будь мудр и уста тех, которые худо говорят о тебе, заграждаем молчанием, а не гневом и руганием. 99. Святой Антоний Великий. 99. Кто обижается, когда говорят о нем худо, тот этим доказывает, что сознается в справедливости о нем сказанного, а кто смеется, исправляет всякое себе подозрение в присутствующих. 99. Святой Златоуст. 99. Когда злослово тебя смотри, не сделал ли ты что-либо достойное злословия? Если не сделал, то злослово почитай улетающим дымом. 99. Святой Нил Синайский. 99. Когда бесчесть от тебя радуйся вместо гнева и скорби, потому что если несправедливо, то велика тебе награда, а если справедливо, то как скоро он целомудришься и избавишься от наказания, он же. 99. Если кто-нибудь укорит тебя в каком-нибудь виде греха, к которому ты не причастен, смири себя перед укорившим и наследуешь нетленный венец Антонио Великий. 99. Мы не тогда должны скорбеть, когда слышим злословие о себе, но тогда, когда оно справедливо, Златоуст. 99. Не смущайся и не раздражайся на ближнего своего, если слышишь от него укоризм себе. Размысли, справедлива ли она. Если несправедлива, то стрела пролетела мимо тебя. А чего ж тебе быть больным, когда ты и не ранен? 99. Если же справедлива, то не сетуй на укорителя, как на врага, который наносит рану, но благодари его, как врача, который открывает ее и побуждает тебя к уврачеванию ее. 99. Не раздражайся, если получил от него и обиду, делом нанесенную. Размысли, что лучше, обидчиком ли быть или обиженным? Без сомнения, лучше быть невинным, нежели виновным. 99. Размысли о том, лучше ли раздражаться или терпеть. Раздражение может сделать вдруг и виновным, и более прежнего несчастным. Напротив того, терпением и непорочность сохраняется, и несчастье уменьшится может филарет московский. 99. Кротость и терпение имеют более силы, чем гнев и строптивость. Мягкая шерсть, скорее, чем самые крепкие твердыни, ослабляет силу пушечного ядра. 99. Гнев гневом не врачуется. Огонь и огнем не погасишь, но водою, и гнев гневом не победишь, но кротостью и долготерпением. 99. Услышав слово оскорбляющее или уничижающее тебя, астерегись, чтобы не воспремниться гневом, который правды Божьей не делает. 99. Скажи лучше себе, вот случай получить себя терпению и смирению, и отвечая оскорбляющему и уничижающим, или молчанием, или, если необходимо, кротким словом правды. 99. Филарет московский. 99. Жесткое слово и хороших делает дурными, а кроткое слово приносит пользу всем. 99. Древний Патерик. 99. Лучше улыбкой пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо. 99. Выслушивая упреки молча, мы подражаем Христу. 99. Гневаться в природе человека, но подавлять гнев в природе христианина. 99. Блаженный Иероним. 99. Помни слова псалмопелца «Гневаясь, не согрешайте» – псалом 4.5. 99. То есть, если уж нельзя удержать себя от гнева, потому что это движение нашего духа зависит от природы, а не от свободы нашей, то не должно, по крайней мере, произносить бранных слов. Это вполне в нашей воле. 99. Речная вода, выливаясь из берегов, делается мутно и грязно. Так и чувство гнева, выражаясь в словах, грязнит душу говорящего, оскорбляет слушающего и обоих ведет ко греху. 99. Святой Амбросий Медиаланский. 99. Не допуская гневу подняться до гортани твоей, Ава Исидор. 99. Кто не удерживает языка своего во время гнева, тот не удержит из своих страстей, Ава и Перехий. 99. Со смущением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. 100. Но потерпи, пока помысл твой успокоится, и тогда скажешь мирно. 100. Как в сосуде плодно закрытом скоро погасает огонь, так в душе, как бы запечатленным молчанием, скоро утихает чувство негодования. 100. Когда почувствуешь в себе сильный приток гнева, старайся молчать. 100. А чтобы и самое молчание принесло тебе более пользы, обращайся мысленно к Богу и читай про себя в это время какие-либо краткие молитвы, например, Иисусов молитву или другие. 100. Один языческий философ сказал, когда чувствуешь себя раздраженным, ничего не говори и не делай тот час, а остановись и прочитай все буквы алфавита. 100. И здесь я ничего не нашел для умерения духа лучшие азбуки. 100. Мы, христиане, знаем лучшие слова, которые можно дать уму и сердцу, чтобы утишить волнение. 100. Для того, чтобы дать силу любви к другому над силой гнева, молись в движении гнева за ближнего. 100. Говори от глубины сердца, Господи, прости согрешение оскорбившему меня. Он человек, как и я. Поверь, молитва подаст мир в душе твоей. 100. Для зверя неестественна кротость, а для человека неестественна жестокость. 100. И львов укращает и делает ручными. А человек попускает иногда своему гневу быть неукротимее льва. 100. Какое извинение и какую вертку найдете перед судом своей совести, когда из льва вы делаете некоторым образом человека, а сами из человека становитесь неукротимым львом? 100. Не должно быть зверем даже в обращении со зверями. 100. Совершенно никем и никогда не оскорбляйся свойственно одним ангелом, но немного смущаться и потом скоро умиротворяться свойственно людям, искренне любящим Бога. 100. И кротко можно разгорячаться с разумом, но не повреждать в себе совершенство кротости, оставаться же неподвижным или не показывать негодование, когда должно, есть признак недеятельной природы, а не кротости. 100. Гневаясь, не согрешайте, говорит Писание. 100. То есть гневайтесь на дело незаконное, но так, чтобы не приступать к границе справедливости. 100. Негодование должно быть растворено рассудительностью, ибо и нож употребляет и убийца, употребляет и врачист. 100. Но одни действия ножом по гневу и жестокости совершают им дела самые безрассудные, убивая подобных себе, а другие с рассуждением, приступая к действованию ножом, извлекают из него великую пользу, потому что спасают жизнь, находившуюся в опасности. 100. Так и умеющий негодовать с разумом делает великую пользу тому, против кого обнаруживает негодование, исправляя его леность или лукавство, а обладаемый страстью гнева не производит ничего здравого, святой Василий Великий. 100. Если ты, кому-либо делая выговор, придешь в гнев, то удовлетворяешь своей страсти. Таким образом, чтобы спасти другого, ты не погуби самого себя, святой Макарий Великий. 100. Не должно одобрять тех, кто из сверхдолжной меры милостивы, но и наказывать злых должно ради самого добра и правды, а не ради собственной страсти, Антоний Великий. 100. Укоряешь ли ты кого или наказываешь? Внутренне люби его. 100. Трудно владеть гневом, но особенно вам, облеченным властью, великий предлежит подвиг. 100. Вам надо и гневаться где нужно, и в гневе не согрешать, то есть не допускать клетворных движений гнева в глубину сердца. 100. В этом случае вы должны быть подобны морю, в которой от поверхности во время бури грозно, страшно, но глубина тихо, неподвижна. Яков, архиепископ Нижегородский. 100. Никто в гневе не может столько сделать ближьему зла, как начальник. Поэтому он всего более должен бояться допускать в себе гнев. А в гневе что-либо говорить или делать. 100. Прекрасно сказал мне кто из древних виновному. 100. Я наказал бы тебя, если бы не был разгневан. 29. Тщеславие и самохвальство. Что может быть свирепить тщеславие, которое тогда наиболее свирепеет, когда наиболее ему услуживают? 30. Такого свойства не имеют даже и звери, напротив, смягчаются, когда за ними ходят. 31. От тщеславия поступает совершенно иначе. 31. Презираемое оно укращается. 32. Отчествуемое свирепеет и вооружается на своих почитателей. 32. Я соглашусь быть рабом лучшего множества барваров, нежели у одного тщеславия. 33. Он же. 34. Счеславие предпочитаемых делают гордыми, а презираемых памятозлобными. 35. Ян Вестичник. 35. Чего не истребляет моль, чего не похищает тач, то разграбляет тщеславие. 36. Счеславие и добрые человеческие дела творит бесполезными. 36. Златоуст. 37. Ягода, падшая на землю, скоро загнивает. 37. И добродетель гибнет, если бывает с тщеславием. 38. Авалеонтий. 39. Как плод в сыром месте скоро портится, так гибнет добродетель, совершаемый с тщеславием. 39. Духовный Маргарит. 40. Добродетель тщеславного есть сокрушенная жертва. 40. И не будет возложен на жертвенник Божий. 40. Нил Синайский. 40. Как курение навоза не допускается в кадила, так не приемлет Бог молитву. 41. Воздержание тщеславного дым из печи, и то, и другое рассеивается в воздухе. 41. Нил Синайский. 42. Ветер заметает свет человека, и тщеславие в ничто обращает милостыню. 42. Понжа. 43. Для преуспевших в подвигах благочестия тщеславие и гордость тоже, что подводные камни, лежащие близ пристани, которые после великих трудов плавания подвергают крайней опасности, 43. И гибели, не потерпевших кораблекрушения среди волн пороков и бури нечистых помыслов. 43. В тщеславии есть подводный камень. 44. Если в него ударишься, то погубишь груз. 44. Святой Нил Синайский. 45. В тщеславную душу снова возвращается страсти, некогда ею побежденные и исшедшие из нее. 45. Как плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, так тщеславие истребляет труды подвижника. 46. Дырявый мешок не сохраняет в себе того, что вложено, и тщеславие губит в нужду добродетелей. 47. Нил Синайский. 48. Счеславный подвижник — бесплатный делатель. 49. Несет на себе труд, а награды не получит он же. 49. Храни свое сердце от помыслов, тщеславие, так же, как ты хранишь свое имущество от вора. 50. Свою одежду от моля, свой виноградник от хищных зверей и птиц. 51. Скажите помыслам тщеславия и корыстолюбия, когда они приближаются к вашим добрым делам. 51. Удалитесь, лисы, губящие виноград. 51. Мы хотим сохранить Господу винограда никем не тронутый плод. 51. Счеславие пагубно и тогда, когда оно еще кроется только в душе человека, подобно гнили и черю внутри плода. 52. Еще более пагубно оно, когда уже обнаруживается вовне самовосхваления себя человеком, в делании известными своих добрых дел и другим. 53. Лучше не делать ничего славного в мире, нежели сделать безмерно хвалиться. 54. Сделавший что-нибудь доброе, как говорят отцы пустыннолюбивые, прилагает к своему душевному зданию один камень. 55. Но, рассказывавший о том другим в духе тщеславия, не только сей камень свергает, но и целый ряд других разметывает. 55. Скрывай труды и добродетели свои, берегись, чтобы язык твой не похитил у тебя их. 56. Как многим повредила своя добродетель тем, что объявилась и приняла похвалу себе. 57. От самохвальства фарисей стал хуже мытаря. 58. Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем. 58. Самохвальство несовместно с мудростью. 58. Всего легче обмануть самого себя и, надмиваясь в пустую славу, почитать себя чем-то, будучи ничем. 59. Григорий Богослов. 59. Помыслим, сколь и неблагородно, и тягостно, и бесполезно жить только на показ, как поступают многие и в нравственной, и в общественной, и домашней жизни. 60. Все показывают, все выставляют, о всем трубят. 61. Всякое ничтожное дело провозглашают, подобно как курица свое новорожденное яйцо. 62. Но провозглашение курицы основательнее. 63. Она возвещает яйцо, которое подлинно родилось и остается. 63. А тщеславное возвещает то, чего нет, или провозглашением уничтожает провозглашаемое. 64. Филарет, митрополит московский. 64. Открывающий и разглашающий добрые дела свои, подобен сеющему на поверхности земли. 65. Прилетают птицы небесные и съедают семя. 66. А скрывающий житие свое, подобен сеющему на браздах пашни. 67. Он пожнет обильный плод, древний Патерик. 68. Не хвались с собой и не говори много в похвалу себе. 69. Говоря даже истину, чтобы кто не подумал о тебе боли, ежели сколько в тебе видит или слышит о тебя. 69. Важно то, каковы мы в очах Божиих, а не то, как думают о нас люди. 69. Как бы люди ни думали и ни говорили о нас, в действительности мы всегда таковы, каким видит нас сам Бог. 69. Если хочешь, чтобы знал тебя Бог, будь по возможности не знаем, между людьми. 70. Если хочешь, чтобы Господь покрыл грехи твои, то не выказывай людям добродетель, если какую-нибудь имеешь. 71. Ибо как мы поступаем в отношение наших добродетелей, так Бог делает с нашими грехами. 71. Святой Марк Подвижник. 72. Если хвалишь самого себя, не будешь похвален Богом. 73. Почитай поносным для тебя всякое слово, которое ты произносишь в похвалу себе. 73. Что может быть неразумнее, как искать своими делами похвалы от подкупных и бессильных людей, 74. И презирать похвалу и того, кто силен воздать за дела, угодные ему. 74. Если воздаст человек, Бог не воздаст. 75. А когда не воздаст человек, воздаст Бог. 75. Блажен, кто не так располагает жизнь и дела свои, чтобы только на земле и от человеков восприять мзду свою. 76. Убегай, тщеславие, и сподобишься славы в будущем веке. 76. Ава Исаия.